Столько там всяких новинок, вы там сгребёте всё в шоке просто от вкуса, как будто что-то не то. Сколько стоит эта гадость? Привет, мои хорошие, с вами Еси Елена Све, и сегодня у нас будет обзорчик-покупщик с магазина Светофор. Посмотрите, у меня два вот таких больших пакета всяких вкусняшек, и не только, ещё даже стулья есть. Па-бам! И я покажу, как они смотрятся в моей кухне, мы вместе разберём, возможно, даже со стульев и начнём. Кому интересно, оставайтесь со мной. Это, в общем, видео для тех, на самом деле, кто смотрел на моём втором канале. Я прошлась по всем полочкам, ну не по всем, в холодильник не ходила. Прошлась по полочкам светофора, новый светофор, оказывается, столько там всяких новинок интересных, классных. И Таня снимала обзор на светофор, мне очень понравилось то, что она с магазина показала, я поэтому туда, девочки, и полетела. Ссылку, кстати, на Танин канал, если что, я оставлю под видео. Значит, смотрите, она показывала, кстати, вот эти стулья там, и я сразу только думаю, обалдеть, за такую цену. Я здесь цены напишу, но, ну что ж такое, летает здесь всякий пух! Бесит! Почему у меня сразу начинает чесаться нос? Вот что это за беда такая? Я снимаю видео, у меня начинает чесаться нос. Может, я начинаю говорить, у меня резонаторы включаются. Короче, всё здесь в плёночке, там есть серые цвета, бежевые цвета, есть такой кирпичный прям цвет. И всё, по-моему. У меня вообще дома самые дешёвые стулья, я покупала их, и никому, кстати, не советую их покупать. Окей, самые дешёвые, беленькие, у меня даже сейчас я здесь не покажу, с дырочками такими. Они так плохо крепятся, не знаю, как мы их не крепили, всё равно болты все расходятся, и оно всё шатается, на него даже страшно. И то, что встать, и даже сидеть на нём страшно. А здесь уже всё закручено, как следует. Я подумала, парочку хватит. Ещё они... Блин, я о них рассказываю и не показываю, сейчас покажу. А то что-то это и не дело. Вот, о каких стульях икеевских я рассказываю. Вот здесь мы сами лепили всё, хоть и на пяти болтах, но, тем не менее, девочки, это очень опасная история. Плюс вот здесь надо ещё дополнительную сидушку, потому что так просто неудобно сидеть. И они тоже где-то стоят, не знаю, около 100 рублей, наверное, 150, не помню точно. А эти 181 рубль, по-моему, стоят, да? В общем, два нормальных стульчика с мягкой попкой, тем более серый, посмотрите, как мне, идеально, да, в кухню мою. Шикарно, вём, не жалеем, ладно. Сейчас я оторву всё и вернусь. О, тут долго это. Вот, смотрите, распаковала два стульчика, они уже, видите-ка, как видите, да, на фоне моей кухни прекрасно смотрятся. Их так вот сто поставил, и всё, и вот дополнительные, как бы, места пусть будут. Я здесь посидела, нормально на них смотрятся. Сейчас я вам ставлю кадр, как на общей кухне они глядятся. В общем, я довольна. Дальше. Очень много сладостей. А, блин, машина. День, где твоя зелёная машина? Сейчас Денечка принесёт зелёную машину, которую ему я купила. По-моему, она 250 рублей стоит. Она ему так нравится. Давай, покажи. Вот такую вот в светофоне мы купили зелёную большую машину. Там ещё были, по-моему, красные. Не помню, короче, какого цвета, но Денька с ней играет, нравится. Она просто пластмассовая. Можно даже кукол посадить, она такая довольно-таки здоровая. Короче, я рада. Сначала я думала, не будет играть, и на удивление он с ней играет и радуется. Он её взял в руки и потом не отпускал весь вечер. Вот такая машина. Уже без одного колеса. Без двух колёс машинка. День, где ты колёса потерял-то уже, а? Колёса легко прикрепляются, главное, не сломал. Так, давайте ещё пройдёмся не из еды, что я купила, и потом мы начнём пробовать вкусняши. Я взяла вот такие вот наволочки, мне понравились. Они, по-моему, стоили недорого, 200 с чем-то рублей. Взяла вот этот цвет, мне понравился. По-моему, тоже у Тани в обзоре я видела и побежала туда за наволочками. Это хлопок стопроцентный, 50 на 70, две штуки. Давайте посмотрим, потому что на корсетке они немножко, знаете, непонятные. Вот смотришь на ткань, и она такая немножко странненькая. По качеству пытаюсь понять. Может, она, знаете, как ситец. Вот раньше был ситец такой, тонкий-тонкий. Кстати, а что здесь написано? Ткань Run Force, стопроцентный хлопок, сделан в Пакистане. Хрен его знает. Но я взяла из-за цвета, в первую очередь. Потому что у Деньки вся комната вот в таких вот акцентных цветах. Две вот такие наволочки. Нормально, да? Ну ладно, стулья-то на кухне. Наволочки на кухне тут решила снимать. Просто еда у нас, и я не хочу там на кровати сорить. Прошита белой ниткой, но она не бросается в глаза. Здесь у нас обычно сделано, не змейки ничего. Просто вот так вот, да. В принципе, достаточно плотная ткань. С одной стороны, видите, она вот такая вот яркая, а с другой стороны беловатая такая немного. Ну, в принципе, плотная. Достаточно качественная, даже скажу вам. Нормально прошита для 200 рублей. Для пары наволочек отлично. Можно, в принципе, брать и другие цвета. Я как раз хотела одну, ой, одну посмотреть, ну, пару взять, посмотреть. И потом уже решить брать другие цвета. Потому что там реально очень много белья недорогого. И классные цвета даже есть, можно найти. Там были еще голубые и небесные такие цвета. По-моему, был розовый, персиковый какой-то такой цвет. И в цветочке белый, вот в такой цветочек, а вот такое что-то вот такое. Так, теперь еще одни из съедобного. Вот, это я свои племяшечки взяла, подарочек. Вообще, 100 рублей стоит. А смотрите, сколько радости здесь. Вот такая куколка. Я так понимаю, у нее снимается... Там нет ног. О май гад был. Снимается хвост. А что там под хвостом-то? Я просто не буду раскрывать, потому что я хочу подарок же сделать. Ничего там, девочки, под хвостом. Там просто снимается хвост и все. Ну, понятно, 100 рублей без ног, да? И дочка такая вот у нее. Хвост вот так вот дергается, я так понимаю. А здесь не дергается, я думаю. Вот, волосы у одной розовые, у другой фиолетовые. И здесь вот крабик... Короче, три игрушки. Четыре игрушки, одна на присоске даже. Ну, вы знаете, я думаю, что... Вот как я думала, что Денька не будет играть этой обычной машинкой за 250 рублей, да? А такие большие здоровые машинки, они, извините, в Ашане там или где-то под тысячу рублей тоже ничего особенного, да? И здесь куколка, да может ей просто там на вечер поиграть, 100 рублей, ребенку радость на вечер, сейчас кино дороже стоит. Поэтому я решила взять и думаю, ей понравится очень. А, и еще вот такое яйцо я ей взяла, 3+. Ну, это тоже для девочек, тут написано Барби, я думаю, что ей интересно будет. Здесь вот мы чисто сюрприз покупаем, да? Не столько то, что продается там внутри, да? Прям товар какой-то обалденный. Короче, если я напишу, вот яйцо не помню, сколько стоит. Так, ну а теперь давайте к самому интересному. Это к еде. О май гад, о май гад, о май гад. Чего мы начнем? Давайте первое, это кофе. Кофе, это я взяла маме. Маме позвонила, я увидела, что там кофе, большая банка, 229 рублей 90 копеек, по-моему. Запомнила, что ли? Нереально. Продублирую здесь, посмотрим, насколько точно я запомнила, да? Я позвонила с магазина маме и спросила, мам, 229 рублей за большую банку, это нормальная цена? Стоит брать или, ну, дешево, или дорого? Она говорит, это хорошая цена, бери. Вот я и взяла, черная карта, она с кафе Голд и еще какая-то, это там три любимые ее марки. Ну, я тоже нет-нет, бывает пью, если у меня закончится, но вообще я там себе специально покупаю со всякими добавками. Короче, взяла дешевый вот такой, я так понимаю, это их обычная цена, не нужно ждать, пока в пятерочке или где-нибудь будет акция. Далее я взяла вот такие мюсли, чтобы вы понимали, я их и до этого брала, единственное, что я не помню, сколько они стоят. Я их в ленте брала, не помню, в пятерочке они продаются или нет, и я вас не обманываю. Я сейчас покажу, вот у меня остались одни, это тоже эта фирма, вот видите, они заканчиваются. Фруктовые вот такие, там еще яблочные были, я взяла вот бананы и цукатами ананаса. Кто берет такие, можете сориентировать мне в комментариях по цене, за сколько вы берете такие. Просто я очень редко реально обращаю внимание на цены, поэтому мне очень сложно говорить, что, о да, дешевле. Светофор это всегда кажется дешевле, поэтому кажется, что надо брать. Так, еще я взяла в светофоре вот такие штучки, это у нас мука кукурузная, сахар, мука пшеничная, мука овсяная, какао-порошок, соль поваренная, пищевая, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, карамельный колор Е150А, краситель шоколадно-коричневый Е155, авониелин, консервант, лимонная кислота. Содержит глютен и продукты переработки сои. Короче говоря, такой сухой завтрак, это можно как самостоятельное блюдо, просто щелкать там перед телеком, да. Можно молоком заливать, чаем, а также с молоком, чаем, кофе, соком. То есть заливать, что ли, или просто в прикуску. Но я взяла это, девочки, для своих десертах. Я люблю, знаете, взять сыр рикотта или сыр маскарпоне, перемешать все это со сливками, а потом делать слоями, например, вот такую штучку, потом слоями сделать вот это маскарпоне, потом еще добавить мюсли, например, потом еще сверху там клубничку или банан или орешки. Короче, я взяла для таких десертов куда-то добавлять или в кашку, или в... В общем, чтобы хрустело, вы поняли, да? А вообще, по-моему, можно и в кофе добавлять, прям вот так горстью, и оно прикольно будет. В общем, взяла для десертиков себе вот, тоже там недорого совсем стоило, и взяла. Пробовать не буду, наверное, зачем это пробовать? Просто шарики воздушные, это кукурузные, и в этой штуке. Ладно, ладно, давайте, кто смотрел мое видео на втором канале, тот, наверное, все ждет того момента, чтобы узнать, все-таки соблазнилась я, взяв десерт там один или нет. Итак, пишите, кто угадал. Да! Я соблазнилась, вот они! В общем, я стояла, крутилась. И честно, я вам скажу так, что я их не сразу взяла. Когда я вам это снимала, такая, думаю, наверное, скажут, все соблазнилась, соблазнилась, а я не возьму. И все, и пошла уже на кассу. Потом я позвонила маме насчет кофе, и вернулась за этим кофе, и опять я мимо прошла вот этих штук. Я вот на них просто смотрю и думаю, мне так хочется их попробовать. Ну, из чего они сделали? Они такие вкусные, они так аппетитно выглядят. И, короче говоря, девочки. Ну, стоят. Как бы цена, это вообще, на самом деле, последняя. Вот для вкусняшек мне пофигу. Если я вижу, что что-то вкусное, и я прям хочу попробовать, то мне пофиг, сколько они стоят. Я возьму и попробую. Так, ничего соленого у нас тут нет. Сейчас, подождите, попробую. Соленое у нас тут есть. Вот такие штучки. Как-то ко мне приходила линок, и она принесла, но какой-то другой фирмы, какие-то итальянские. Они были очень вкусные. Я вот подумала, возьму, мне понравилось. Возьму и сравню. Они такие тоненькие, в соли. Огонь. В общем, реально ничем не хуже тем, что те, что приносила линок. Поэтому линок. Не трать большие деньги. Если у вас есть светофор. Во, твои любимые. День, ты будешь? Да. На. То есть, я буду. Денька очень любит эти штучки. Так, все остальное у нас сладенькое. Ну, поэтому мы можем уже начать пробовать. Я не знаю, кто пробовал. Вот я смотрю на них, честно, и я думаю, сейчас я буду в шоке просто от вкуса. Поэтому я уже беру тогда. Я не понимаю, с чего они сделаны. Мне кажется, они такие кремовые, воздушные какие-то. Но там было написано, что вроде бы и тесто какое-то есть. Называются они «Завиток нежности». Сдеваются надо мной, что ли? Пока я снимаю видео, мне уже три раза позвонили. Но приступим. Все-таки мы попробуем, да? А, я читала. «Завиток нежности карамельный». Мука пшеничная написана. Поэтому я подумала, что тут есть тесто. В общем, пробую. А вы пока пишите, понравится мне или не очень. Мука пшеничная написана «Завиток нежности карамельный», «Завиток нежности карамельный». Чем на самом деле. Ну что, тут печенье просто, сгущенка вот здесь прям, да, такая. Сейчас вам покажу поближе. Вот, видите? Но фокус. Вот, печенье, сгущенка, сам этот зефирчик. И все просто, вы знаете, полито тонким слоем этого шоколада или чего-то такого. Вот, честно, не совсем мой десерт. Очень много его буду раздавать. А как он манил, блин? А там много таких десертов, которые манят. Так что я уже даже в том видео на втором канале сказала, что, девочки, если вы сладкоежки, светофор противопоказан. Вы там сгребете все. Там столько конфет всего на свете. А вот еще, смотрите, родные просторы. Увидела полкилограмма. Реально, они такие тяжелые. Это мои любимые конфеты. Родные просторы. Давайте я их открою, попробую. Те ли они самые, да? Просторы. Тоже вроде стороны недорого. Это вообще на подарок, мне кажется. Вот, напишите, кто любит родные просторы. Я потому что люблю просторы. Очень сильно. И если мне дарят вот такой шоколад, конечно, лучше мне шоколад не дарить, потому что все будет съедено, а я пытаюсь худеть, типа, да? Девчонки, вы не думаете, что я вот так вот взяла, да, и буду все нон-стоп есть, там, поправляться? Нет, я сейчас худею. Это кто будет говорить, ага, на диете это так значит. Какая-то коробка супер-мега-картонная. Вот меня вот это немного смущает, потому что я помню, что родные просторы. Без ячейчик все, девчонки, просто вот так навалено. Ну ладно, хрен с ним, главное, чтобы вкусные были. Слушайте, я не могу понять. Вроде те самые, но здесь арахис. По-моему, не все они родные просторы с арахисом. По-моему, они еще с другим орехом есть. Что-то не могу сказать, что прям те самые. А может они отличаются? Вот смотрите, вот эти оранжевые. А я помню, что они были поменьше и зеленые. Наверное, там другой орех. Напишите, кто знает. В целом вкусно, я вам скажу, вкусно. Конечно же, мы это все съедим. И гостям тоже угощу. Но как будто что-то не то. Либо я их действительно так давно уже не ела, что мне вкус другой. И теперь осталось пару интересных вещей. Это вот такие вот печеньки я купила. Знаете, вроде бы мини-мишки со вкусом сгущенного молока. Я люблю такие, честно говоря, печеньки. Я очень люблю загорелые печеньки. Там есть вот мишки, а еще кругленькие. Таня приносила как-то. Может быть, она у себя снимала. Может, я проглядела этот момент. Но она приносила мне такие кругленькие. Они прям загоревшие. И она когда принесла, я говорю, ой, какие загоревшие, аж хочу съесть. Вот. И очень вкусно вот такие добавлять куда-то в десерты. Опять же, вот в стаканчиках, да, слоями, когда накладываешь. Вроде бы подумала, Деньки возьму. А потом понимаю, что... Четвертый раз звонят. В общем, эти печеньки я в итоге купила себе, понимаете. Сейчас я попробую просто топливый. Это самый плюс. Тот самый, который я люблю. Лучше. Не пойму. Может, это после родных просторов. Потому что вот родные просторы, они очень сладкие. Печеньки уже не такие сладкие. И я чувствую, как будто подсолнечное масло. Надо будет потом попробовать. Сейчас вкусы все уйдут. Надо будет потом нормально попробовать. Или сбить чем-нибудь. Запить надо. Малиновый компотик приготовила. Обалденный. Непонятный вкус у меня во рту после этих печенек. Давайте еще раз. Вроде норм, но реально чувствую немного подсолнечного масла. Или вот семечки, поняли? Из которых делается подсолнечное масло. Короче, что-то не то. Ладно, хрен с ним. Вот что я взяла. Это кремовый зефир. Написано, девочки, что он тут без консервантов. Без искусственных красителей. Без глютена. Без ГМО. Без жира. Прикиньте. Ешь не хочу. А состав? Глюкозный сироп. Сахар. Вода. Питьевая. Сухой яичный белок. Ароматизатор. Обалденно. Давайте попробуем. Таня очень аппетитно ела это все в своем видео. А я зефирки покупала на островах в торговом центре. Знаете, маршмеллоу они называются. И мне стало очень интересно, насколько оно отличается. А оно не пропавшее у меня? Смотрите, какое оно внутри. Что это такое? Что это за отсоединение такое непонятное? Давайте срок проверим на всякий случай. Годен до 17.06.2021 года. Так, ну ладно. Возьму вот такую маленькую вилочку. Все это делаю. Перемешать что ли надо вот это вот? Что за отхождение, отслоение? Ну конечно, блин, это вообще не то. Не то, что на островках продается. Ну вот по вкусу не знаю. А вот так на вид. Во-первых, она вообще просто воздушная тема. Посмотрите, я ее перемешала и ее уже там нет. Сколько стоит эта гадость? Посмотрите, вот я перемешиваю сейчас. Может я перемешивать не надо? Ну просто она отсоединилась. Блин, ну ее же там вообще нету. Посмотрите, пустой уже. Вы видите? Все, я не съела ни ложечки. Блин, что это же фигня такая. Я перемешаю. Есть ложкой. Добавить в кофе, украсить десерт, намазать на хлеб можно. Написано. Короче, не знаю, я перемешиваю. Может этого делать не нужно было. Попробую. Вот хоть убейте меня, я чувствую мыло. Ну реально, девчонки, я чувствую мыло. Конечно, никак не сравнится с той маршмеллой. А та стоит, извините меня, дофигища. Я не помню сколько. То ли 500 рублей стоит та. У нее причем есть сразу вкус, а потом какой-то послевкусие. Короче, Тане, по-моему, понравилось. Я ей отдам, когда она придет. Она прямо и будет его есть, раз ей так понравилось. В общем, ожиданий, конечно, у меня было больше от всех этих вкусняшек. А давайте, блин, вот это тоже попробуем. Мало ли, может оно тоже непонятное. Я думала, печеньки зайдут. Все зайдет. Так, открыли. Запах мне не нравится, если честно. Нет, не ужасно, ничего-то такого там отвратительного. Но неприятно. Шарики нормальные. Они никакие, не сильно сладкие. Вот куда-то добавлять, я думаю, будет нормально. Немного светофор меня разочаровал, потому что ожиданий было больше. Особенно от вот этих вот вкусняшек. Ну, для меня они сильно сладкие. И вкус, конечно, сами поняли, да, выглядит очень аппетитно. Непонятно, родные просторы, те или не те, или я все-таки забыла их. Здесь вкус отдает подсолнечным маслом. Я так не люблю, да? Я надеюсь, кофе маме понравится. Ну, ладно, кофе-то она фирма и фирма. Вот, вот эта маршмейл тоже мне не зашла. Хотя она, смотрите, как тянется. Может, я в десерт какой-нибудь применить можно нормально. Вот, ну, мюсли, фирма есть фирма. Я просто думаю, что она то же самое. Ну, порадовали только, получается, наволочки, стулья, мюсли и игрушки детские. Все, мои хорошие, вот такой вот был обзорчик. Если вы что-то покупаете в светофоре и реально прям качественное, крутое и цена самая низкая, обязательно скажите мне. Возможно, мне это тоже нужно, я обязательно приобрету. Кто не подписан на мой второй канал, обязательно подписывайтесь. У меня там много обзорчиков именно по магазинам, где я хожу. И здесь я, конечно, показываю самую малую часть, которую я купила. Но больше я показываю именно на полочках, что продается и по какой цене. Возможно, вам будет это полезно. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Жду ваши комментарии, подписку, лайк. И пока-пока, до нового видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok